Так, ну что, сегодня мы отвечаем на наши комментарии. Много вопросов, не вопросов, а много хороших, таких приятных ответов на мои видео, которые я очень хотела бы именно ответить напрямую, таким вот образом. Ну, перед началом хотелось еще тоже похвастать. Смотрите, какие у меня сережки и колечко. Это мне подарила моя коллега. Вот так вот, она подумала обо мне, она была на каком-то собрании бижутерии, продавались там. И она увидела розовое, она сказала, я сразу подумала о тебе, решила тебе купить и подарить. Вот так, приятно. Ари, сейчас открываю вопросики. Начну я, знаете, с какого видео, где я рассказывала про депрессию мою. Ари, начинаем с первого. Ник Лен, Леночка, давно ты у меня не была в гостях, давно ты у меня не комментировала. Честно говоря, было приятно видеть твой комментарий. Написала мне сильное видео. Может быть, я слишком резко, мне кажется, что-то сказала. Может быть, я слишком как бы, может быть, вывернула душу, слишком открыто. Но мне очень хотелось, очень хотелось, конечно же, рассказать мою ситуацию в надежде на то, что, может, кому-то поможет в вашей ситуации или ваших друзей или знакомых, мало ли кого. Так что, очень хочется помогать. Из-за этого так бы открылось. И очень приятно, что вы так вот написали, что сильное видео, значит, зацепило людей, значит, кому-то это поможет. Ирина Куракина. Да, согласна, меня тряхнуло это видео. В моей жизни тоже было ограбление, но грабители застал мой папа, ведь я могла быть и дочь школьницей. И, о чудо, что он не пострадал. После этого нежданчика хотелось перемыть все. Но ничего. А вот. Иногда очки брать. Но чего не было депрессии. Была радость, что все живы и здоровы. Депрессия случилась потом и по другому поводу. Копилась, скопилась и рванула так, что без врача не обошлось. Мне повезло, врач оказалась грамотной, человек хороший. Она дала больничный на неделю, выписала транквилизаторы. Мне хватило 5 дней. Потом был курс иглорефлексотерапии. Потом курс общего массажа. Где-то месяц через 2 я приняла очень важное судьбоносное решение. Сама. С ясным сознанием и рассудком. За 25 лет всякое приключалось. Да и приключается, но тот жизненный период запомнился как один из самых непростых. Но приведший к возрождению, обновлению, счастью. Хотя эта субстанция очень нестойкая. Так что галочка. Пощечины в начальной острой стадии, на мой взгляд, неэффективны и неуместны. Я, разумеется, против длительного приема транквилизаторов. Но это мой опыт. Берегите себя. Спасибо большое, Лена, что поделились вашим опытом. Я думаю, это тоже людям было интересно почитать. Сделать свои выводы. Но по поводу пощечины, что я сказала, как бы, да, ну, просто я так выразилась пощечину. Ну, как бы тому, что, да, шевелить человека. Не надо оставлять человека в своем закрытом мире. Вот из-за этого я это хотела сказать. Людмила Леонтьева. Спасибо за откровение. Ваша история впечатлила. Я с депрессией борюсь с помощью йоги и медитации. Это оказалось моим спасением. У меня тоже в жизни было сложное время. Одна из моих знакомых принимала медикаменты от депрессии. Спустя несколько лет, когда мы с ней вспоминали, это ее тяжелое время, то она, как оказалось, многое не вспомнила. У нее тоже случились провалы в памяти. Да, Людочка, вы знаете, по поводу лекарств. Мне кажется, эта зараза настолько засела в мой организм. Я не знаю, сколько она мне еще будет здесь сидеть в моей голове, в моем теле и всем остальном. Уже сколько лет прошло. Но добывают мне до сих пор провалы в памяти. Так что еще неизвестно, как еще мне это все аукнется. Мальвина. Не знаю, девочки и мальчики, советовала ли я посмотреть канал Мальвины. Ну, посоветую, посмотрите. Очень тоже неплохой канал, такой интересный. Можно посмотреть. Человек напрямую как снимает, так и показывает, что очень даже неплохо. Они без всяких монтажей, без всяких нарезок напрямую, как говорится. Очень интересно. Галочка. Очень интересная познавательная история. Хорошо, что есть такие подруги, которые могут тряхнуть и вывести из депрессии. У меня тоже была депрессия, воровство было. Муж был на четырехмесячной службе в армии. Я решила один день поночевать у мамы. Удром от мамы ушла на работу, вернулась домой. Смотрю, свет горит днем. Окно открыто, а жили мы на первом этаже. Я подумала, муж вернулся. Я даже не сразу потерю заметила. Не сразу до меня дошло, что нас обокрали, а украли новый видеомагнитофон. Тоже обратилась в полицию. Казалось бы, на всему нашему району шайка воровала именно видеомагнитофоны. Но нам повезло, и нашу кражу нашли. Таблетки депрессии тоже пила. Но так как моя двоюродная сестра врач, психиатр, она запретила мне их пить. И тоже ломка была. Малина, большое спасибо, что делишься тоже своей историей. Потому что каждая история, это каждый жизненный опыт. И я думаю, людям все-таки полезно и интересно почитать и узнать, что если кто-то проходит эту ситуацию, что он не один в этой ситуации. И все это решаемо. Юлия С. Аш. И все-таки главное в жизни, когда родные живы и здоровы. Остальное фигня. И можно наплевать и пришагнуть. Или как меня учат всегда мой муж поднять руку вверх, резко опустить и сказать заветные слова. А пошло оно все на. Тут каждый решит сам куда. Кстати, я тоже точно так же говорю и знакомым, и друзьям. Французы, кстати, не знают этого выражения. И муж бывает, там, что-нибудь скажу. Я знаю, же говорю, подними руку поверх. Особенно я люблю, когда люди еще не знают француза. Там какая-нибудь проблема. Я ему говорю, ну-ка подними руку наверх. Человек поднимает руку. Я ему говорю, а теперь резко отпусти. И скажи на французском. И пошло оно все подальше. Так что все замечательно. Кристина Орлова. Боже мой, смеялись с мужем в голос. Я такой же фанат. А, это про старое-старое видео вы мне комментируете. Еще в прошлом году. Я такой же фанат окрошки. А он так себе говорит, вот-вот, что русскому хорошо, то французу смерть. Хоть и не француз. Это точно. Всех, кажется, от окрошки моих знакомых французов проносит. Уже внять такие подробности. Правильно, что русскому хорошо, то французу смерть. Ольга Лулу. Я бы тоже хотела на работу ездить в таком настроении. Это про видео, про то, как я ехала на работу после каникул. Знаете, Олечка, у меня вот такая работа, это первая работа за 12 лет проживания во Франции, на которую я еду с просто огромным желанием, с огромной мотивацией. Я уже в субботу думаю о том, скорее бы понедельник, потому что я с большим желанием иду на работу. Мне нравится, мне нравится звонить людям, объяснять, рассказывать, контактировать. Даже если бывают, конечно, неприятные всякие там, ну, люди бывают разные. Но всё равно мне нравится. Я очень-очень-очень радуюсь работе. И, конечно, всем желаю, чтобы кому-то, всем вам досталась жизнь такая работа, на которую мы едем просто с огромным сердцем, с огромной радостью, с улыбкой. Татьяна Г. Галина, спасибо, что поделились с нами это видео про депрессию. Вы для меня, как подруга на расстоянии, столько полезной информации рассказываете, делитесь личным опытом и море энергии позитивного заряда. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна, большое, что вы со мной, что вы стали для меня виртуальным другом, потому что вы мне комментируете, так же я стала вашей виртуальной подругой. Мне очень приятно, что вызывает такие эмоции у людей. Спасибо огромное. Светлана Тект по поводу опять депрессии. Мурашки по коже. Спасибо, Галочка, вам за видео, за желание помочь людям. Вы открытый, позитивный человек. Как тут уже было сказано, подруга на расстоянии. У меня подруга на расстоянии. Для вас уже тоже как подруга на настроение. Спасибо большое. У меня сейчас тоже нелегкий период жизни. А ваши видео полное энергии и позитива. Поднимают настроение, дают силы. Вся ваша семья – это пример любви, уважения, взаимопонимания. Желаю вам всего только самого хорошего. Спасибо большое, Светлана Тект, что вы такое мне сообщение пишете. Мне очень приятно. Я уже говорила, если я несу вот такую дулечку позитива или что-то хорошее в жизнь одного человека, для меня это будет такое огромное количество. Мне это очень приятно. И мне это старает от того, что следят людям приятно. Так, это про налоги в видео. Светлана Светлая. Может, забыли про налог на машины? Нет, у нас нет налогов на машины. Мы платим хорошую уже вечную страховку, которая довольно-таки дорогая у нас. 100 евро на машины. Так что еще бы если налог нам ввели, вообще бы застрелиться можно было бы. Светлана отвечает мне, а у нас в Москве ежегодно присылают и на авто тоже. Сумма зависит от объема двигателя, года выпуска. Но обязательно страхов, конечно, раз в год. Не, ну слава богу, у нас нет такого. У нас других налогов хватает по зарезу. Анна Флорида. Привет, Галочка, какая у тебя вкуснятина. Спасибо, Борис, за рецепт. Не помню, какой рецепт я готовила. Спасибо, Аннушка, что ты смотришь меня. Я очень люблю смотреть тоже на твоем канале разные рецепты. У Анны Флорида тоже есть хороший канал. Живет она в Америке, у нее замечательно. Много разных интересных, кстати. Я очень часто хожу к тебе, дорогая. Смотрю всякие советы по поводу улучшения лица, по поводу косметики. У нее вкусные всякие блюда интересные. Так что всем советую. Тоня Канонихина. Галя, вы платите в месяц за свет, воду, за телевизор, за кредит, налоги, за занятия детей. Боже, за что вы не платите? Действительно, за что мы только не платим? За все. Скоро завозы нас будут сдирать. Это точно. Сколько же надо зарабатывать, чтобы еще и на месяц осталось? В Украине хотят сделать налог на квадратные метры. И считать будут вплоть до сараев. У нас точно так же, когда мы платим налог на недвижимость, у нас точно так же рассчитывают этот налог по квадратным метрам. И многие люди настроят дома или покупают дома, чтобы было 99 квадратных метров. Ни в коем случае 100. Потому что как только 100 переполучается, то начинает как бы выше быть налог. Там как бы стоимость расчистится уже по-другому. Если меньше 100, получается у человека как бы маленький доход жизни. Значит, с него мы мало берем. А тот, кто больше 100 квадратных метров в дом, значит, у него денег дофига. Значит, с него и сдирать будем. Так что вот так по Франции. Королевство Норвегии написало круто. Спасибо. Это какому видео? Мальвина. Спасибо. Галочка. За вкусный рецептик мультиварки. Да, у нас тоже за все налоги платим. Ну, везде, наверное, во всех странах налогов хватает. Раньше были у нас короли, цари и все остальное. Мы им дань отдавали. Собирались нас, ходили с людей. Точнее, ходили собирать дань. А теперь налоги официально ввели. Одно и то же. Ирина Опенку. Привет. Тебе очень идет такой макияж. Темные глаза и волосы забраны назад. Спасибо. Я очень люблю ваши советы, ваши комментарии по поводу моего внешнего вида. Мне это тоже помогает посмотреть себя со стороны. Спасибо вам большое. Так, Зайнаба. А почему волосы не сушите? Ну, я в основном волосы сушить оставляю натуральным образом. Потому что если я феном посушу, то у меня будет такая шапка. И надо даже будет шапку одевать. А когда я сушу волосы, так просто помыла и оставляю, тогда более-менее нормальный волос получается. А если уж хочу, тогда я ровный волос, тогда сушу феном и тогда выпрямляю. Мария Сергазина. Скажите, на кого оставляете своих животных во время поездки? Ну, животных оставляем на соседей или на родных. У нас хорошая соседка, соседка напротив живет. Мы на нее оставляем всегда кота. Я иногда буду как-то зайти во двор, насыпать, покушать. И все. А собаку мы оставляем родить Лярну. Крыловский живы. Тоже прорекламирую. Молодой человек делает видео с этими, с играми электронными. Электронными или компьютерными. Так что тоже, если кому интересны игры, обращайтесь, смотрите его канал. Ух ты, какая вкусняшка получилась. И ложечка интересная. Спасибо. Ольга Люлю. Еда выглядит очень аппетитно. Спасибо большое. Лик Лен, Леночка. Как же я завидую вам с вашим разнообразием зеленых овощей. Что для салата, что для приготовления. Я про Монголь в этом видео. Стушу сегодня нашу капусту белокочанную. Как всегда, позитивное видео. Спасибо большое. Да, действительно, конечно, я стараюсь как много больше скушать овощей. Очень много. Огород у меня и для этого есть, в принципе. Когда он все вырастает, я все зрею, я все нарезаю, замораживаю. Вот я буквально дня готовила рататуй. То есть, я все достала, уже нарезанное, на готовлю только закинуть и готово. Я очень-очень-очень мало покупаю овощей в магазине. Это редкость. В основном все мое, с моего огорода. Чем я очень горжусь. И на фэмили. Я мечтаю о такой работе. Можете рассказать, как называется обучение для вашей работы. Мне скоро понадобится выбирать и искать что-то. А здесь трудно разобраться, что и как называется, и кем потом придется работать. Я, конечно, и кассиром пойду, если другого не найду. Но хочется что-то вот так любить и бежать на работу. И до большой счастья работать. Не знаю, кто там нес чушь про вас. Я очень страдаю, не работая. Инночка. У Инны, кстати, тоже канал есть. Она во Франции. Я заходила, смотрела интересный канал. Я тоже мечтала и получила. Главное мечтать и идти к этой мечте. Так, обучение, которое я училась. Но оно не специально для моей работы было. Вообще у меня обучение секретарь-бухгалтер. И вообще я должна была работать секретарем-бухгалтером, но в любой организации, в любом предприятии я могла работать. Просто мне вот так получилось, что я попала на вот это вот предприятие, вот в ассоциацию. Что вот от начала, по идее, вообще даже в моем контракте написано секретарь. Но постепенно секретарь меня, говорится, перекинули именно от того, чтобы заниматься, как считается, оператор. Считает моя коллега, она считается не секретарь, а оператор. То есть оператор, который как бы разыскивает помощь материальную для ремонтов. Так что меня перекинули, не изменяя статус в моем контракте. Я была секретарем, а теперь я и секретарь, и оператор, и все остальное. Все вместе, в кучу. Но я не жаловалась, мне очень нравится, я довольна. Так что учиться надо. Если вы хотите иметь разностороннее что-то, чтобы было у вас больше выбора в работе, идите учитесь на секретарь-бухгалтер. Чистый секретарь никому не нужен. Чистый бухгалтер нужен, но надо долго учиться и меньше работы. А когда секретарь и бухгалтер, работы в ВАУ. Я, конечно, и кассиром пойду. Вы знаете, я начинала мясником во Франции. Я работала сначала в мясном отделе мясником. Потом я работала, вот это было в супермаркете. Потом я работала кассиром. Потом я была начальником холодного отдела. Так что я начинала с самых-самых низов во Франции. Я, честно говоря, не привередничала, что попадалась туда и шла. И, в принципе, это даже лучше. Начинать с самых низов и потихонечку подниматься. Но это мой личный совет, мое личное мнение. Вот. Наташа Сидорова. Как вы ловко складываете носочки? Да, действительно, я их раз-раз складываю. Я Лискина у меня же так же приучилась, приучаю ее тоже. Работать всех припахивает мама. Галочка, блюдо. Мальвина пишет. Галочка, блюдо интересное. Я первый раз слышу о таком овоще мангольд. И не представляю, есть ли у нас такой. Елена Максимова, Эрва. Спасибо большое, что порекомендирую ее за меня. Это листовая свекла. Так что Елена ответила за меня. Спасибо большое. Елена Максимова, Эрва. Я никогда не размешиваю сметану в кастрюле или в сковороде. Закрываешь крышкой и все. Оно тушится и само размешивается. Лишняя работа. От лишней работы я, говорится, не убегаюсь. Честно, размешать это двухсекундное тело. Ну, дело. Ну, спасибо за совет тоже. А Лис, пускайся. Не хочет. У меня сегодня телефон. Вчера у меня вообще он выключился. Делала прямую трансляцию. Он меня взял и выключился. А сегодня что-то у меня опять. Включит. Ирина Максимова, Эрва. Тоже очень любим фондю. Здесь очень вкусный сыр. Сейчас как раз наступили холода. Так что пришло время рак лета, рыболшона и тортифлета. Точно, точно, точно. Только это не для меня, не для моих фигур. Позволила я себе фондю раз в месяц. Такие жирные блюда я себе очень много не позволяю. Или же я помогу себе позволить только на обед, но ни в коем случае вечером. А это я налопалась вечером. От Катар. Обалдеть, какие у вас высокие налоги. Ну, слушай, неужели у вас там дешевле-то? Вроде недалеко друг от друга живем. Хотя, в принципе, все зависит от мэрии. Я думаю, не знаю, честно говоря, как у кого. Я знаю, что у нас, например, в Монтабане самые бешеные налоги. Рядом с нами деревушка Монбетон. Совсем гораздо меньше живет людей. И там гораздо меньше налоги. Так что все возможно. Зайнаб, я рыдала больше вас. Это про старое мое видео за огромную посылку. Спасибо большое. Зайнаб, дай Аллах, чтобы вам, чтобы добро вернулось. Спасибо. Добро мне возвращается. Добро мне... Дом есть, так что я думаю, все это возвращается. Ну, не мне вернется, дети мои. Ради Бога, я не для того, я делаю добро, чтобы ждать ответа. Я делаю, потому что мне это нравится. Зайнаб, здоровья, мира, всем спокойствия в сердцах и на земле. Спасибо большое. Вам точно так же. Самое главное – спокойствие в сердцах и здоровье. Оп, оп. Так. Тоня Кананохина к видео. Какой? А, это я была в рубашечке, в пиджачке. Когда мне Арно купила мои Рафаэлки. И спортивный костюм для лыж. Какой маникюр? Супер. Спасибо. Знаете, сама делала. Вчера постригла ногти. Начала один ломаться, второй ломаться. Все сняла. И лак, и ногти состригла. Отдохну несколько дней. Потом по-новому накрою лаком. Вот. Да, кстати, про лак. Я вообще... И маникюр я не хожу никому. Ну, делаю все сама. Ой, а серьги? Серьги-то какие? Тоже Тоня. Спасибо. Мне тоже они нравятся. Они такие, мне кажется, такие классные, висючие. Но они мне под все подходят. Мне показалось, что под этот наряд, на котором я была, подойдет. Светлана Ярославцева. Галина, а вы не хотите поменять цвет волос? Сделать его чуть мягче и естественнее. Вам было бы очень здорово. Попробуйте. То есть, какой цвет волос более мягче, сделать его мягче, естественно. Какого вы мне посоветуете? Вообще, я уже все перебрала. Цвета, какие у меня только были, наверное, и темная, и черная, и рыжая, и красная была, и розовая была. Какой? Даже зеленая была, и раз. Но это было по ошибке. Покрасилась, получилась зеленая. А эти делаю я сейчас прятки, ну как не прятки, милирование, потому что у меня очень много белых волос. Я просто пыталась сначала окраситься обычным цветом, как бы под мой натуральный цвет, темный. Но смывается, так как волосы мою каждый день, краска смывается буквально через 2 недели, 2-3 недели краска смылась. Даже не 3 недели, а 2 недели у меня краска смылась, все мои волосы белые видны наружу. У меня их очень много, огромное количество. Я не хотела быть блондинкой чистой, из-за этого я не стала делать обесцвечивание, краситься. И для меня был самый идеальный вариант сделать именно милирование. Как бы скрывает волосы белые, и темная есть, и светлая есть. Но если вы мне что подскажете, еще и я соберу на заметку все. Мальвина Лев Петс. Галочка, хорошие покупочки, детки, вообще счастливы будут у каждого свои игры. Ты такая рукодельница, выглядишь потрясающе. Спасибо, дорогая. Надеюсь, что детям понравятся подарочки. Светлана Тифлисова. Здравствуйте, недавно попала на ваш канал. Мне очень нравится смотреть русскоговорящих блогеров, которые живут за границей. Очень приятные виды у вас. Очень красивые детки, особенно доча. Моя доча, я ей горжусь. Спасибо. Мира, добра, здоровья и благополучия в вашей семье. Спасибо вам огромное за такой комментарий. Мира, добра, здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!